Доброго дня, дорогие друзья! Это экстренный выпуск нашего офигительного шоу «Киноагент», который мы делаем совместно с ведущим кинокритиком Европы, знаменитой русской писателем Казинаидой Пронченко. И этот выпуск посвящен почти сенсационному результату 77-го Каннского кинофестиваля, на котором «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм на русском практическом материале с многочисленными русскими актерами «Анора». Вот с этого мы и начнем. А заодно уже подписывайтесь на канал Белтовский, ставьте лайки, делайте републикации, помогайте нам всем, чем можно, включая деньги и криптовалюты, и бог знает что. И такой развернутый большой киноагент по итогам Каннского кинофестиваля у нас будет в ближайшие дни. Так что тоже не пропускайте. Я очень вчера была разочарована решением Греты Бервик, возглавлявшей жюри, потому что мне казалось, у нее было два идеальных решения, либо наградить искусство, капслоком искусства в лице Жака Дьяра и его мюзикла «Эмилия Перес», или сделать политический жест и наградить картину «Семя священного инжира» иранского режиссера Мохаммада Расулфа. Но она выбрала что-то третье под названием «Анора». Это картина американского инди-режиссера Шона Бекера, такого же инди, как когда-то была Грета Гервика. Они, в общем, из одной песочницы. Я прошу прощения, Ром, но не все зрители знают, что такое инди. Можете расшифровать? Инди – это американские независимые, которые снимают кино без помощи крупных студий. А слово «индепендент», да? Это не индейцы и не «индиго», да? Да, авторская, разумеется, в том смысле, что один человек является и автором сценария, и режиссером, и часто продюсером. Скажем так, главное направление в рамках инди – это жанр мамблкора, да? Его так в шутку назвали, потому что люди там бесконечно говорят и говорят неразборчиво о своих экзистенциальных проблемах. И чаще всего действие происходит в городе Нью-Йорк. Как и, собственно, в Аноре, только это его окраина Брайтон-Бич. Шон Бекер «Завсердатый Канн». Он был последний раз в Каннах три года назад, в 21-м, с картины «Красная ракета». Тоже, скажем так, о работниках секс-индустрии, которой он посвятил свою награду в этот раз, такая пенсионерская когорти этих работников. И именно тогда, я думаю, он и познакомился с Юрой Борисовым, потому что в тот год в гран-при фестиваля получила картина «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли. Добрый фильм, изрядно романтизировавший русских. Это было до войны. Фильм задумывался до всех трагических событий. Я помню, что я встретила Юру Борисова в Берлине за неделю до полномасштабного вторжения, куда он приехал получать американскую визу, видимо, для того, чтобы двигаться в сторону Брайтон-Бич. Поэтому, скажем так, никакого геополитического умысла у Шона Бекера не было. Он придумал свою картину до того, как Владимир Путин начал СВО. Просто даже для Шона Бекера этот фильм довольно слабый. Та же «Красная ракета» 21-го года гораздо симпатичнее и выразительнее. Или Флорида Проджерс, которая любит все синие филы. Ему еще больше лет. Здесь Бекер работает немножко на чужом для себя материале русских эмигрантов. То есть, как человек социалистических взглядов, всегда интересующийся маленькими, простыми людьми, с их, чаще всего, финансовыми проблемами, русские эмигранты для него просто представляют разновидность рабочего класса, просто забавную, потому что они говорят на непонятном языке, едят непонятную еду в виде пельмени, а иногда используют ее как компресс, от ушибы, что, собственно, и происходит в фильме. Также они пьют водку и слушают громкую дурацкую музыку в легендарном ресторане «Татьяна», который находится на Брайтон-Бич. Я не думаю, что Бекер сознательно как-то обеляет русских, но то, что романтизация нашей нации там происходит, разумеется, и она идет по все тому же пути клише. Юра играет гопника, он же такой медведь на задних лапах, которому, если дать пряник, то он своей душой нараспашку сразу тебя примет в свои лохматые объятия и спасет. Я хочу замечать, как сторонник постгуманистического тренда, я вообще любые сравнения с животными воспринимаю со знаком плюс. То есть если человек похож на животное, значит, с этим человеком можно работать. Нет, ну правда, роль Юры ничем не отличается от его же образа в картине «Купе номер 6» финской, где он обнимал девушку из Финляндии. Здесь он обнимает на самом деле абсолютно американку, потому что это Майки Мэдисон, так зовут эту актрису, чудесно справившись с ролью стриптизерши и отчасти тоже секс-работницы. Но по сценарию она узбекских корней, то есть там представлено все постсоветское пространство. Здесь еще и армяне, которые работают на посылках у русского олигарха в исполнении вездесущего Алексея Серебрякова. Правда, он появляется в конце. Они прилетают бортом с своей женой в бриллиантах, чтобы пожурить сына, женившегося в Лас-Вегасе на стриптизерши. Минуточку, а сын же это Марк Эйдельштейн. Да, самый Марк Эйдельштейн. Русская пресса уже прозвала Марк Шаламе, потому что он действительно похож на Тимоти Шаламе, только еще молодой. Похож на картину, я подтверждаю, да. Для меня эта картина реально набор анекдотов, причем таких с бородой. И русские именно в этом виде, с водкой, с гармонией, хорошо продаются на Западе исторически. Гораздо лучше, чем проклятый поэт Эдуард Денианович Лимонов, главный герой действительно русского фильма в конкурсе, снятого Кириллом Серебряниковым. Такая Россия с какими-то странными полуфашистскими идеями, с болезненными отношениями с женщинами, с литературой, с претензиями. С болезненными отношениями с мужчинами. Да, болезненные отношениями с мужчинами. Это нет. А вот Юра Борисовка, косплеющая Данилу Багрова из «Корого брата», реально с теми самыми интонациями, помните, там был такой момент перед сексом с телеведущей в Чикаго, когда Данила говорил, да ладно, что ты? И дальше он ее валит на кровать. Да ладно, сейчас. Вот ровно такая же линия поведения у Юры в картине «Анора». А вы можете сказать два слова о сюжете все-таки? Ну, сюжет очень простой. Наши дни в Канбич, «Анора» стриптизерша в каком-то Занюхонском стрип-баре знакомится там с Ваней Захаровым, сыном русского олигарха. Они друг друга симпатизируют. Дальше Ваня, как и в «Красотке», потому что главный референс тут, конечно, «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, оплачивает неделю ее времени, чтобы она с ним тусовалась на его безвкусной вилле. Потом они едут тусоваться в Лас-Вегас, там им приходит безумное решение в голову пожениться, а дальше с бирой отца, который должен был за Ваней присматривать, хватается за голову, как же папенька разозлится, сын женился на стриптизерша. И, в общем, начинается такой абсолютный кемп, беготня в кадре на полтора часа, чтобы Ваню переубедить. Драки, опять же, водка льется рекой, Ваня скрывается в сторону каких-то ночных клубов и других. Ну и все, а в конце брак аннулируют, когда родители прилетают, и Анора остается без субболинной шубы и без бриллиантового кольца, но с Юрой Борисовым, которое колечко-то припас во время драки, поэтому они занимаются сексом, и на них падает крупными хлопьями снег. Меня вот это больше всего удивило, что если мы оставили в стороне всю политику, как очень старались ее оставить 10 дней в Каннах, и Израиль с Палестины, и Ирана, и Россия с Украины, которая всем надоела, то, наверное, мы выбрали феминизм. Но и тут феминизма нет, потому что, оказывается, ради бриллиантового кольца можно полюбить Юру Борисову. Не знаю. Мне кажется, это очень глупые выводы, и реально очень глупый фильм. Хоть и зрительские люди визжали от восторга в зале, но для главной награды Канна, ну, правда, это странное решение. Я видела в западной прессе, например, в «Карьера де ля Сера», заголовок, что эта награда полностью дискредитирует Каннский фестиваль, лишает его статуса важного события. Ну, а мотивация Греты Герлика и жюри как вам представляется? Мотивация очень простая. Она смотрела 10 дней, очень сложное кино, а тут она увидела свое понятное, и эти ценности ей понятны. Пожалеть простых людей, которым тяжело в капиталистической империи. Отсюда идея о том, что богатые, плохие, а бедные всегда хорошие, без нюансов. И поддержать авторский кинематограф, вернуть людей в кинотеатры, потому что у Греты Герлик другая повестка. Они спасают еще и кинотеатры. На них уже всем как бы наплевать, их спасали во время ковида, и сейчас их уже не жалко, потому что люди важнее темных помещений. Но Грета, вот она в другой реальности. Около Кремлевские круги уже начинают реагировать на эту золотую пальмовую ветвь. Вот что про фильм «Анора» и присуждение ему главной награды 77-го Каннского фестиваля сказал легендарный кремлевский политолог Сергей Марков. Полуроссийский фильм «Анора» получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Режиссер американский. Актеры многие российские и разные. Главное, что не одинаковые, да? Сюжет российско-американский. Сын русского олигарха, подводку и русскую музыку, падает в объятия американской стриптизерши. Хм, раз фильму на русскую тему дали сейчас приз западники, наверное, это русофобское оскорбление России. Так сказать, кинематографическое обоснование геноцида русского народа. Конец цитаты. Так что не исключено, что актеров Марка Эйдельштейна, нашего Тимоти Шаламы, культова Юра Борисова и прекрасную Дарью Юкамасову, сыгравших в «Аноре», объявят в РФ иностранными агентами. Что ж, будущий союз иноагентов пополнится весьма достойными участниками. Ну что ж, для меня лично оптимистично звучит, что на Каннском фестивале на русских разбанили, раскэнцлили, что можно дать золотую пальмовую ветвь фильму на русском материале и с действующими, живущими в Российской Федерации, и работающими там русскими актерами. Это, безусловно, очень хорошо. В любом случае, независимо от всех превходящих обстоятельств. И, так сказать, как Осип Эмельч Мандельштам назвал акмиизм тоской по мировой культуре, так, я думаю, что на Западе есть определенная тоска по русской культуре. Во-вторых, отрадно, что мир все же хочет заслониться от политики и от постоянных военных угроз, и от новостей, которые полностью разрушают в этом смысле психику, даже если они не отражают никакой реальности. Вот, например, это не относится к кинематографу, но очень показательно. Тут несколько дней были военные учения Китая вокруг Тайваня. Китай оцепил весь периметр острова Тайвань. Эти учения были связаны с инаугурацией нового президента Тайваня Лай Цинде, также известного на Западе как Уильям Лай, который выступает, в общем, не за альянс Китаем, а скорее за фактическую независимость Тайваня, который остров и так располагает. И когда анализировали поисковые системы на предмет самых популярных запросов тайваньских пользователей, то выяснилось, что эти все учения Китая и угроза уничтожить Тайвань военной силой безнадежно отстали о новости. Значит, это певец и музыкант Ген Хо Сино изменил своей жене Юи Арагаки. Вот это гораздо важнее войны, мира и тоталитаризма, пытающегося задушить демократию в китайском этносе. И, наконец, что же касается бедной, хорошо, богатой и плохо, как бы мы к этому ни относились, потому что мы не можем относиться к этому беспримесно хорошо, потому что мы воспитаны в советское время, где нам это объясняли со школьной скамьи, в моем случае я, я что-то обвинил в этом еще, попытался Зинаиду Проничну, которая значительно моложе. Но я воспитан в советское время, и это нам рассказывали в школе, и все это было важной частью концепции тоталитарного государства, о котором я вспоминаю безо всякой ностальгии. Точнее, ностальгически я вспоминаю только о последних годах его существования, когда свобода уже была, а всевластия денег еще не было. Это, пожалуй, самый сладкий период в моей личной жизни. Хотя, надеюсь, что самый сладкий еще впереди. В общем-то, мировые элиты всех достали. Вот эти five grounds, five gina, которых базируются мировые элиты, которые, в сущности, и привели к войне, большой глобальной войне. Это лицемерие, коррупция, непотизм, высокомерие и некомпетентность. Они, так сказать, действительно заставляют, опять же, возвращаться к мысли, что простой маленький человек из Достоевского и Чехова, он будет получше, чем титульный герой Айн Рент, условно говоря, о котором мы упоминали в прошлом киноагенте. Поэтому меня лично, несмотря на, как я понимаю, явный недостаток кинематографических достоинств картины Анора, меня этот результат все равно радует, потому что, в принципе же, фестивальные достижения часто будут неоднозначными и неочевидными. Если я правильно понимаю, будучи дилетантом в кино, в отличие от ведущего кинокритика Европы Зинаиды Пронченко, а что-то проявляется ретроспективно. Кстати, хочу заметить, это важное в данном случае соображение, что вот когда мы говорим «до войны», мы забываем, что Четвертая мировая война, на мой взгляд, и тому все больше ретроспективного подтверждения началась еще 10 лет назад, с аннексией Крыма. Поэтому до войны это до 2014 года, а до полномасштабного вторжения это война, которую многие не хотели замечать. Ну, так и сейчас война рутинизируется, ее тоже многие не хотят замечать. Но то, что ответственность за деяния Владимира Владимировича Путина и его комарили не распространяется на всех русских, а наипаче русской культуры, это бесспорно хорошо. Хотя, разумеется, у нас есть коллективная ответственность за то, что мы снова скатились, в тоталитаризм скатили нашу страну, но это совершенно другая история, которая к русской культуре в ее историческом и современном измерениях не имеет отношения. Поэтому я лично всеми ушами поаплодирую золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Ну, а развернуто Каннский фестиваль, его итоги и результаты мы обсудим в ближайшие дни уже в большом, не экстренном эпизоде нашего офигительного шоу «Киноагент». С вами были ведущие кинокритики Европы Зинаида Пронченко и Белковский на канале «Белковский», на которые я вновь призываю подписываться, ставить лайки, делать републикации, помогать нам всеми способами, особенно финансово. А главное, комментируйте, комментируйте, комментируйте то, что мы тут наговорили, чтобы мы могли, в свою очередь, прокомментировать ваши комментарии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok